Культурологические особенности Акафиста Александру Невскому. Такую тему для доклада выбрала участница серафимовских чтений София Сашилина. Девушка исследовала особенности Акафиста, его строение и историческую основу. Князь Александр Невский – покровитель православной гимназии, в которой учится София. Поэтому этот святой особенно близок к школьнице. Я с родителями часто путешествую, и когда мы были в храмах, я часто слышала эти песнопения, и меня это заинтриговало. Мне стало интересно, что это вообще, почему они это поют, из чего вообще состоит Акафист, то есть там кандаки и рефрены, это просто было что-то с чем-то. Я не знала даже о их существовании. Потом то, что из-за чего Акафисты появляются, то есть это тоже было очень интересно узнать. И просто изучить само слово Акафист тоже было очень интересно. 13-е серафимовские детские и юношеские чтения прошли в два этапа. В первый день в Саровской православной гимназии состоялось торжественное открытие. Работало восемь секций. В них участвовали воспитанники детских садов, школьники с первого по седьмой классы. Во второй день в Саров съехались порядка ста иногородних участников из уголков Нижегородской области, а также из города Курска. Традиционно серафимовские чтения посвятили Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Детские серафимовские чтения проходят под эгидой Нижегородской епархии, Саровского физико-технического института, за что мы очень благодарны руководству, и отдела образования и категории Нижегородской епархии. В этом году в чтении приняли участие учащиеся всех православных гимназий Нижегородской епархии, и мы очень рады нашим дорогим гостям из Курска. Это муниципальная школа и православная гимназия. Как никогда эта земля связана с именем преподобного Серафима. Одним из учредителей чтения выступает Саровский физико-технический институт. В рамках мероприятия кафедра теологии проводит конкурс «Православный колумнист». Лучшие работы школьников отметили подарками и дипломами. Мы второй год уже являемся учредителями. Я считаю, что очень важное направление духовно-нравственное воспитание. И у нас в УЗИ уделяется большое внимание. У нас уже 20-летие отметила кафедра теологии. И ребята из православной гимназии поступают к нам. И хорошо учатся, и хорошо бы эта традиция расширялась по поступлению к нам. В состав жюри вошли священники, педагоги школ, сотрудники библиотеки и духовно-научного центра Саровского монастыря, старшеклассники гимназии. В течение двух дней ребята с 1 по 11 классы представляли доклады и серьезные исследовательские работы, показывали мультфильмы и видеоролики, презентации, инсценировки и литературные композиции, читали эссеи, рассказы, демонстрировали рисунки. Я буду рассказывать о том, как мы проводили исследовательскую работу «Образ Родины» в творчестве писателя-земляка Владимира Гоффова. В этом году в серафимовских детских и юношеских чтениях участвовали более 200 ребят. Светлана Юрунова, Евгений Шекарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.